человек есть то что он ест и вкусная азбука снова на ваших телеэкранах в этом выпуске мы поговорим о том как без вреда отказаться от некоторых продуктов во время поста почему совместное приготовление еды так важно и обязательно поделимся рецептом вкусного блюда пост это религиозная традиция временного воздержания от некоторых продуктов и напитков сопряженного с другими духовно аскетическими практиками но всем ли можно поститься ответ на этот вопрос вы узнаете следующей рубрики пост это духовная практика неотъемлемой составляющей которого является отказ или точнее сказать воздержание от определенных продуктов питания в данном случае животного происхождения интересно заметить то что пост он относится не только к христианству но и в конфессиях и религиях которые появились задолго до появления христианства это иудаизм это буддизм это ведическая культура ислам практически все религии конфессии мира чаще всего в этот период люди воздерживаются от продуктов животного происхождения это мясо рыба молочные продукты яйца сливочное масло в основном посты преследуют под собой цель это очистка организма как духовная так и материальная и в данном конкретном случае организм действительно в большей степени ощелачивается чем закисляется то с одной стороны эта практика которая можно даже сказать направлена на какие-то целебные свойства с другой стороны существует и вторая сторона медали которая ведет к определенным дефицитом и основными дефицитами во время поста является недостаток белка витамина b12 и железо соответственно если есть необходимость попаститься человек должен понимать что отменяя одни продукты питания он должен компенсировать другими продуктами питания поэтому необходимо обратить внимание свое на такие продукты как чечевица петрушка фасоль бобовые соевые продукты сыр например соевый в виде тофу то есть нужно понимать что эти дефицитные микроэлементы содержатся не только в животной пище и необходимо грамотно относиться к даже к отказу от продуктов животного происхождения но подобное воздержание от пищи и замена некоторых продуктов другими подходит далеко не всем я бы не советовал поститься людям ослабленным те которые часто болеют или находятся в обостренной форме например панкреатита либо колита и также не советовал бы поститься беременным женщинам кормящим и детям беременным женщинам по той причине потому что они и так находятся скажем так в группе риска по потере того же самого железа и железодефицитная анемия как раз свойственно именно женщинам по их физиологии поскольку женщины теряют кровь во время критических дней во время родов и во время кормления детям пост я не рекомендую не потому что он как бы нельзя а потому что он им по сути не нужен то есть дети еще не накопили те проблемы те хронические заболевания которые связаны с продуктами питания и детям еще пока нет чего по сути чистится поэтому это не целесообразная практика и второй момент почему не советовал бы поститься именно детям они очень чувствительны именно к дефицитным состоянием помните что даже к полезным практикам необходимо подходить без фанатизма и с четким представлением о своих силах возможно в некоторых случаях достаточно будет воздержаться от плохих мыслей слов и действий вспомните когда вы последний раз обедали или ужинали всей семьей современном мире совместные приемы пищи большая редкость но есть серьезные основания пересмотреть свои графики и чаще собираться за обеденным столом всей семьей об этом наш следующий сюжет традиции совместного приема пищи в наше время встречаются не так часто обычно каждый перекусывает в то время когда ему удобно или когда хочется но ведь процесс поглощения пищи в кругу семьи очень важен и не только для создания приятной атмосферы прием пищи это как любое времяпровождение всей семьи то есть это не столько сам прием пищи важно сколько общение во время этого процесса во первых в этом в это время идет такое непосредственное общение да не про какую-то там не про уроки не про домашние задания что просто про бытовые какие-то части про философию там жизни может быть папа что-то хочет рассказать там про какие-то ситуации из прошлого про мечты про будущее да и вот в этом процессе во всем ребенок таким образом напитывается энергией семьи плюс еще во время самого приема пищи мы передаем опыт и отношения наша к питанию что такое правильный прием пищи что такое эстетическое поведение за столом какая культура поведения должна быть во время приема пищи то есть мы еще передаем некий опыт который очень тоже важен каждый придется из поколения в поколение нам и плюс еще такая очень важная часть что поскольку вот мы вырастаем и нам надо про что-то помнить про что-то тепло уютно классно что было в нашей семье тут такая форма традиции которая потом запоминается нам это такие позитивные моменты и жизни семьи которые тоже могут сыграть очень ресурсную роль для дальнейшей жизни человека кроме того во время приема пищи человек чувствует себя наиболее безопасно особенно если еще в этот момент рядом находятся родные и близкие но для большего сближения с ними и в частности с детьми можно еще и вместе приготовить интересное блюдо когда мы совместно с ребенком готовим пищу то это некая форма игры и в этой игре что должно присутствовать как любой другой игре легкость азарт вдохновение что нам это вместе хочется делать может быть вам хочется как-то где-то просто серьезно приготовить пищу тогда не берите с собой ребенка в этом процессе то есть когда вы приглашаете ребенка в приготовлении еды то лучше это сделать вот с таким вот удовольствием к этому процессу во время этой игры у нас формируется во первых коммуникация как нужно подходить к любому делу да мы распределяем обязанности ответственности и вот он понимает что в любом деле есть вот такое распределение ответственности и обязанностей второе он понимает что во время этого распределения есть какое-то коммуникация то есть мы даем цена поддержку взаимопомощь, да, то есть мы, где-то кто-то может быть несовершенен, когда он готовит, еще не умеет, ну или там любое другое дело делает, да, и мы таким образом даем возможность понять, а как можно попросить о помощи, как можно поддержать и предложить свою помощь в этом процессе через еду. И еще такой процесс, когда вот во время еды ты все равно получишь результат. То есть очень часто в каких-то других процессах, например, вот ребенок там ходит на плавание или еще куда-то, вот он может не достичь этого первого места, первенства, да, то есть вот еда это всегда очевидный результат, вот, потому что будет блюдо, которое мы накроем на стол, и это мы приготовили его, да, то есть и вот таким образом показывает, что такое довести любой процесс до идеального результата. И чем красивее мы украсим стол, обыграем это все, весь процесс, для него это будут такие первые маячки, и что вот, вот что такое результат, и вот что такое достичь какого-то, ну там, маленького успеха, когда кому-то это нужно и несет эту пользу в мир. Но в этой ситуации важно учитывать и то, что вашему ребенку приготовление еды может быть неинтересным, поэтому начинать такую игру стоит с простых блюд. Начинаем всегда с очень каких-то простых блюд, там, пусть это будет спагетти, пусть это будут какие-то такие вот вещи, которые можно приготовить, там, например, с соусом каким-то, там, экологичным и так далее, да, то есть что-то, что во времени длится, там, 30 минут, это приготовление уже готового блюда. И если ребенок вовлечен, вовлечен, ему хочется, то, да, мы можем усложнять процесс, там, те же лазанья, там, еще что-то делать уже, такие более длительные блюда. Главное, чтобы всегда мы видели, что у ребенка остается желание это делать, что он не переутомился, ему вот такой вот азарт, интерес, вот, достичь до результата и посмотреть, что же потом мы по итогу увидим на столе. Совместное приготовление еды – это не еще один способ занять малыша, а отличная возможность научить ребенка самостоятельности, ответственности и развить творческие способности. Это мы и хотим вам продемонстрировать далее. Наша маленькая помощница Ксения вместе с поваром приготовит очень вкусное печенье. Смотрите следующий сюжет и записывайте рецепт. Сегодня замечательный день для совместного приготовления. И сегодня я на кухне не сам, у меня есть помощница Ксюша. Мы будем готовить очень легкое, замечательное и полезное печенье, шоколадно-клюквенное, и будем его подавать с молочным коктейлем. Для печенья нам понадобится черный ржаной хлеб, сливочное масло, черный шоколад, клюква, куриные яйца, сахар и щепотка соли. Для молочного коктейля будет карамельное мороженое, пломбир, бананы, какао и молоко. Первое действие, которое нам понадобится для приготовления печенья, это растопить шоколад. В этом мы обратимся с помощью Ксюши. Помоги, пожалуйста, поломай на плитке шоколад и бросай его в ковшик. Ставим растапливаться и в это время подготавливаем остальную основную массу. Для этого нам понадобится блендер. Теперь мы с Ксюшей возьмем бородинский хлеб и смешаем его с яйцами. Чем мельче, тем лучше. Именно солодовый хлеб даст очень интересный привкус нашему печенью и неповторимый вкус. Теперь мы добавляем яйца Ксюша и добавляем их в наш хлеб. Ставим перебивать нашу массу. Пока перебивалась наша хлебная масса, шоколад растопился и мы можем добавить сливочное масло. Ставим обратно растапливаться. Хорошо перемешиваем шоколад с маслом. Добавляем шоколад с маслом в нашу основную массу. И добавляем сахар с щепоткой соли. Пересыпаем массу в другую посуду, более глубокую. Добавляем в печенье клюкву. И все перемешиваем. Осталось печенье только запечь. Для этого нам понадобится пергамент. Возьмем противень, перестилаем его пергаментом. И делаем небольшой кондитерский мешочек для того, чтобы печенье было удобно сформировать. И начинаем выкладывать наше печенье. У нас получилось 15 замечательных печенюшек. Осталось их запечь. 200 градусов температура и на 10 минут. Печенье готово. Ну и какое же печенье без молочного коктейля? Пока наше печенье отдыхает, мы можем приготовить коктейль. Для коктейля нам осталось соединить все наши компоненты и перебить их. Добавляем стакан молока. Добавляем ложку какао. И, конечно же, карамельное мороженое. Ставим перебивать. Коктейль готов. Печенье остыло. Время дегустировать. Готовьте со своими детьми. Всем добра и хорошего настроения. На этой сладкой ноте мы прощаемся с вами. А уже в следующем выпуске ждите новые рецепты кулинарных шедевров и новые интересные темы. Всего доброго и вкусной еды вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова